Я очень прощен быть здесь, на этой конференции. Если бы мне сказали 30 лет назад, что такой будет возможность в этой конференции поучаствовать в Челябинске, я подумал, что я просто человек, который станет сумасшедшим. Мне бы не хотелось делать эту презентацию с точки зрения поучения, мне бы хотелось сделать это с точки зрения представления пищи и опыта для размышлений и с целью передачи опыта. Пожалуйста, воспринимайте эту презентацию с точки зрения другого пути регулирования атомной энергетики. И если у вас возникнут вопросы непосредственно в ходе презентации, пожалуйста, задавайте вопросы, особенно если какой-то момент вам непонятен или я достаточно полно его объясню. Основной мотив в регулировании атомной энергетики в Соединенных Штатах – это история, исторические моменты. Когда атомная энергетика пришла в Соединенные Штаты, она была навязана системе регулирования энергетических вопросов на уровне Штата. И тогда и до сих пор регулирование энергетических вопросов в Соединенных Штатах, оно производится с большим учетом интересов Штата. Поэтому, когда в 1959 году вышли поправки к акту атомной политики, атомной энергии в Соединенных Штатах, это был шок для системы, потому что до этого система была построена на уважении, на полном доминировании интересов Штата. Федеральный контроль над вопросами здоровья и радиологической безопасности, который был привнесен поправками в 1959 году, он положил основу в борьбе Штатов в упрочнении их позиций в регулировании атомной энергетики. И с тех пор Штаты пытаются с 1500 года расположить себя и увеличить свои права в данный свете. И эта борьба, она происходила с помощью экономических рычагов на основе экономической конкурентной способности атомной энергии. Пару уточнений, которые мне хотелось сделать в начале моего доклада. Переработка в Соединенных Штатах не осуществляется. У нас был опыт работы с полотными объектами по переработке. Опыт был у нас печальный. И в 70-х годах у нас появился объект. И в 76-м году этот объект был закрыт. С другой стороны, когда Индия провела свой первый эксперимент, первый ядерный взрыв, тяжелая вода, которая была использована в производстве топлива, она как раз была произведена в Соединенных Штатах и была поставлена в Соединенных Штатах. А научный исследовательский реактор, который произвел топливо, он был поставлен в Канаду. Подобный инцидент, он вызвал беспокойство у президента Форда. И вследствие этого инцидента США отказались от переработки, а также от экспорта топлива и других коммерческих продуктов, связанных с атомной энергетикой, с атомной энергетикой, с атомной дорогой. Президент Харкер продолжил мораторий на запрет переработки ядерного топлива. Президент Рейган разрешил подобную деятельность, но с условием того, что эта деятельность будет происходить на рыночной основе, что она будет финансирована на частной группе. Хорошие причины на то, чтобы производить, на то, чтобы перерабатывать атомное, использованное топливо, как таковое не существует. Стоит переработанное атомное топливо получено в процессе переработки больше, чем чистый уран. и никаких других, в частности, экологических преимуществ не несет. Так как нет преимуществ с экологической точки зрения, переработка не мешает проблему хранения. США отказались от переработки. Политика Соединенных Штатов – это хранение атомных отходов и эльных отходов в геологических породах шапок. Еще один важный момент – это то, что, согласно закону экологической политики США, необходимо делать полный анализ влияния на окружающую среду для всего цикла, топливного цикла, в том числе для переработки. Главное негативное влияние на здоровье и жизнь людей в Соединенных Штатах, оно пришло и не из АЭС, из атомной электростанции, а как раз из добычи и переработки урана, в том числе урановый хвосток. Это наиболее опасная производственная, наиболее опасная сфера для жизни и здоровья людей. Перед тем, как начать разговор о том, где компетенции федеральных органов и органов штата, необходимо перечислить, где эти уровни компетенции, перечисления компетенции. Я продвинуться по этому списку близко и потом непосредственно поговорю о конкретных моментах. Общественная безопасность и здоровье, о том, частично, о чем говорил я, это эксклюзивная компетенция виранного производства. Штат не может запретить строительство новой АЭС на этой основе, не может. Энергическая политика решается в основном на уровне штата с привнесением федеральных приоритетов. То есть штаты могут определять, какие виды энергии, какие виды энергетики они хотели бы развивать на их территории. Также могут выбирать методы по отношению к электространству. Существует два основных метода. Первый основан на регулировании естественных монополий, на планировании. И второй метод, он это метод рыночной конкурентности. Во второй половине дня в моей последующей презентации я покажу то, что данный момент является наиболее важным в определении, сможет ли АЭС оказаться на данный момент. Как я уже заметил, также есть большая инвестиция у Штатов, компетенция Штатов по другим всем основным методическим вопросам. Некоторые вопросы являются исключительной компетенцией в Штатах. Некоторые вопросы совместные, компетенцией реального правительства и правительства штатов. Тариф употребления электроэнергии устанавливается в Штатах. Это эксклюзивная компетенция Штатов. То есть Штат определяет размер категории плательщиков. Принципиальный вопрос в долговременном хранении является исключительной компетенцией Соединенных Штатов и правительственных штатов, реального правительства. Но на примере Бермонта некоторые вопросы хранения, особенно на территории объекта, иногда штат принимает часть решений этих вопросов. Вопросы радиологической безопасности и снятия с эксплуатации, это также исключительная компетенция в Штатах. Вопросы землепользования, допустим, восстановления территории объекта, они решаются законодательством Штата. Вопросы топливного цифра тоже являются федеральной компетенцией. Вопросы налогообложения, а именно налог на недвижимость, это тоже юрисдикция Штата. И этот вопрос имеет, как правило, большое значение, потому что он определяет ретендерность. Вопрос был создание фонда снятия эксплуатации, чья компетенция? И компетенция федерального правительства, то есть комиссия по реальному регулированию восстанавливает размер и исполнение, выполнение этого фонда. Этот фонд является абсолютно обособленным от других активов организации, от компании, которая владеет АЭС, и он является неприкасаемым фондом. Теория, на которой построен данный принцип, это то, что те потребители электроэнергии, которые потребляют, и должны за нее платить. В общем, цена входов, вносов в фонд по снятию с эксплуатации составляет, как правило, 0,1 цента на каждый киловатт-час, который потребляет потребитель. Размер одного фонда составляет 400 до 700 миллионов долларов, в зависимости от размера АЭС. Данный фонд, как правило, инвестируется в очень безопасные активы, то есть безопасные компании, безопасные блоговые облигации. То есть фонд растет, он изменяется с инфляцией, но тем не менее вероятность того, что фонд будет подвержен негативным последствиям дефолта, она не великой. Никто на самом деле не знает, сколько будет стоить выход в полную эксплуатацию, но надежность заключается в том, что технология выхода эксплуатации будет улучшаться и цена будет падать. Процесс снятия с эксплуатации, он может не сразу начаться, то есть комиссия по ядерному регулированию в Соединенных Штатах дает возможность АЭС либо подождать какое-то количество правил и потом начать выход энергоблоков, активов и так далее, либо начать ее сразу же по завершению непосредственной эксплуатации. Большинство АЭС, которые вышли из эксплуатации, они предпочли процесс снятия с эксплуатации начать немедленно, но в случае, если объект помещает несколько энергоблоков, они, как правило, ждут, пока все энергоблоки выработаются. Несмотря на то, что федеральное правительство имеет исключительную компетенцию по вопросам снятия с эксплуатацией, правительство штата имеет очень большое влияние на эти вопросы и, как правило, интересы штата учитываются в компании. Немного, несколько слов о методах регулирования безопасности. Для лицензирования сейчас выдается одна лицензия на строительство и на эксплуатацию до ухода времени выдалась две лицензии на строительство, а потом уже на эксплуатацию. Также комиссия издает подзаконных правовых актов, в том числе установки стандартов. Стандарты и подзаконные правовые акты, они разнятся от общеприменительных до применяемых к определенным типам реакторов. Комиссия осуществляет также функцию правоприменения, то есть производит инспекция, а также надзор. Некоторые инспектора, они живут на территории объекта, находятся на территории объекта. Процесс правоприменения, он поддерживается штрафами, поддерживается другими санкциями, вплоть до уголовной ответственности. Необходимо понимать, какие методы применяются для того, чтобы определить, какие методы могут применяться на федеральном уровне, и какие методы могут применяться на основном штате. Критерии желательно их учитывать, то есть это критерии для размышления, на каком уровне проводить регулирование атомной энергетики. Первый критерий, первый вопрос, который необходимо задать, это является ли эффект действия АЭС от другого атомного объекта, является ли он более региональным или эффект является более национальным уровнем. Второй вопрос, который необходимо задать, имеет ли правительство штата экспертизу по определению области радиологической безопасности. И причина, главная причина, одной из главных причин, почему вопросы радиологической безопасности как раз отнесены к компетенции генерального правительства, заключается в том, что больше просто экспертов на уровне штата не было. Не было, когда это решение было принято. Вопрос о том, есть ли эксперты сейчас, это вопрос открытый, потому что есть такое мнение, что эксперты на уровне штата есть. Ну и последний вопрос, который часто, кстати, задают суды при решении вопроса, связанных с атомной энергетикой, это возможно ли вообще двойная совместная компетенция штата и совместная компетенция штата и федерального правительства. И вообще ответ нет, невозможно, потому что просто невозможно иметь два стандарта, особенно по вопросам атомной безопасности, потому что стандарты очень технические, допустим, толщина котла и определенные требования к металлургии, конкретно к составу металла, который задержит, допустим, пар. И несмотря на то, что право где-то в штатах есть, в Денисторе, тем не менее, инвертизация должна осуществляться, она не имеет такой силы, как компетенция федеральных инспекторов, то есть они не могут применять санкции и так далее, это основные наблюдатели. То есть главная их функция, это все-таки функция прозрачности. Содержание, регулирование атомной безопасности из-за общественного здоровья и безопасности, связанной с атомной обработкой. Ну, регулируются радиационные выбросы на объекты, вне объекта, регулируется квалификация и пригодность, профессиональная пригодность операторов АЭС, регулируются стандарты и условия эксплуатации, регулируются стандарты, предъявляемые к оборудованию. Первые четыре компонента, которые мы перечислили, которые Питер перечислил, они должны регулироваться, как правило, на одном норме. Практически невозможно регулировать на двух уровнях. Три последующие, они включают как раз органы штата. Не было в Соединенных Штатах планирования на случай ЧП до как раз инцидента на Кремай-Ланд. Подобное планирование предусматривает кооперацию между федеральным правительством и правительством штата. После аварий комиссия по уяльному регулированию обязала каждую АЭС иметь план эвакуации на случай подобных аварий. Два штата, которые протестовали против строительства новых АЭС на их территории в это время, у них появилась правовая зацепка в том, чтобы строительство этого цене остановить. Несмотря на это, комиссия по уяльному регулированию приняла решение, что несмотря на того, что планов не было у штата, если наступит, то есть если построят, то план обязательно будет. И суды, они подтвердили это. Я коротко остановился на законе, на поправках Прайса Эндерсона, что по ограничению не будем говорить ответственности, а по теме отпустимого риска мы остановились. Несмотря на то, что комиссия по уяльному регулированию проводит неплохую работу по определению риска аварий, тем не менее какой-то процент риска все равно остается. и тот процент риска он все равно делает, то есть риск аварий все равно остается, несмотря на то, что идет достаточно хорошее регулирование безопасности. Несмотря на то, что некоторые штаты используют аргумент, что то, что риск все равно будет остается, а суды на этот аргумент отклонили и приняли решение, то что если комиссия по уяльному регулированию сказала, что это небольшой, значит этот риск допустимый, и на основании этого штаты не имеют права для этого. Мое понимание то, что опыт Ипонии гораздо другой. Несмотря на то, что стандартизация местного регионального правительства, правительственного префекту, не установлена, тем не менее местные власти могут дать отказ как раз на основе риска от постройки нового. Следующая тема это снабжение энергоресурсов. И эта тема, она является камнем предкновения для строительства новых аргумент. Процесс решения о строительстве новой аргумент станции это очень большой процесс, и на просто время он весь в обсудении. Мне хотелось бы остановиться на одном моменте, это либо применять рыночный подход, либо применять подход регулирования естественных моноток. Я остановлюсь подробнее на этом вопросе после второй половины дня. Но сейчас мне хотелось бы подчеркнуть момент, то что ни один штат, в котором существует конкурентоспособный рынок, и ни одна страна в мире, в которой существует конкурентоспособный рынок, в которой система обеспечения построена на основе конкурентоспособного рынка, ни один из этих штатов, ни одна из этих стран новые АЭС не строит. И даже на подобных рынках, в подобных штатах, в подобных странах государственная поддержка возможна. Только новые АЭС они строятся только по государственной поддержке. Выбор между рыночным регулированием, либо регулированием естественных монополий имеет огромное влияние по вопросу, будет ли или не будет строиться новые АЭС. Есть несколько ответов. Первый ответ – правовый ответ. Дело в том, что подобная интерпретация, интерпретация судов, как разу существующего закона атомной энергии. По мнению Питера, Конгресс мог переписать другой закон, и решение этого вопроса изменить. И, по его мнению, также это был бы, наверное, более лучший закон, и лучше правовой режим. В 10-12 штатах они последовали пример Калифорнии в деле, после дела ПИДЖИИ, и они приняли законы, которые запрещают средства новых АЭС, до того, как проблема постоянного хранения ядерных отходов будет решена. Как правило, штаты не имеют права закрытия действующих АЭС, хотя этот вопрос сейчас находится в стадии судебного разбирательства в штате ПИДЖИИ. Но несмотря на то, что с момента решения суда в деле ПИДЖИИ, о котором я говорил, новых АЭС в Соединенных Штатах построено не было. Существует несколько штатов, которые хотят атомную энергию, и они издали законы, которые дают экономические годы, экономические условия для построения атомных станций. Получается, с практической точки зрения, штаты не имеют права вето на решение вопроса о риске. Благодаря этому прецеденту, Штат на самом деле не разрешит строительство новых АЭС. Но если Штат хочет строительство это разрешить, то они издают законы, которые создают экономические условия. То есть, с точки зрения правовой, это было не самое элегантное решение, но с практической точки зрения, ввиду этого прецедента, в принципе, вопрос частично по риску был. В тюрьме структуризации оптового рынка электроэнергии, производство этой электроэнергии осуществляется независимыми производителями. И с точки зрения экономики АЭС не могут соревноваться ни с угольными электростанциями, ни с газовыми электростанциями, работающими на природном газе, и с энергоэффективностью. Эта карта показывает как раз позицию расположения реструктуризированных штатов, несмотря на то, что их не так много, они потребляют больше половины энергии, производимой в США, потому что это очень крутые штаты. Те штаты, которые обозначены зеленым цветом, они тоже были реструктуризированы, но потом были наложены определенные ограничения на реструктуризацию. И штаты, которые находятся, особенно, получается, на юго-востоке Соединенных Штатов, они решения в этих штатах по строительству новых АЭС, они применяются не рынком, они принимаются как раз административными органами. Один из эффектов подобной ситуации, подобного регрета, является того, что Соединенные Штаты является лабораторией использования, лабораторией, в которой можно будет установить, какие виды производства энергии являются конкурентоспособными, какие не являются конкурентоспособными. Южная Каролина, Джорджия и Флорида, и Северная Каролина. Четыре штата обменили законы, которые предусматривают государственные субсидии для атомной экономики. И в них еще возможна постройка новых АЭС. То есть другие штаты, которые хотят атомную энергетику, но подобных законов не издали, а также все остальные штаты, в них строительство атомных мощностей просто невозможно сэкономичнее. Я думаю, что мне лучше становиться и открыть все себе опыты. Я продолжаю говорить, и я продолжаю говорить, и я продолжаю говорить. Субтитры создавал DimaTorzok